Так называемый особый путь России, загадочная русская душа. Россияне очень любят прикрываться некой манимой исключительностью. Каждый раз, когда у кого-то извне или даже внутри государства возникает ряд наболевших и вполне логичных вопросов. Например, если Россия такая великая, почему же люди в ней так плохо живут? И при этом, как ни парадоксально, всех все якобы устраивает. Почему россияне терпят беззаконие власти, но панически боятся остаться без нее? После развала Советского Союза у России был шанс наконец-то освободиться и зажить нормальной жизнью, сытой, свободной и, что чуть ли не самое важное, самостоятельной. Как это, скажем, получилось у стран Балтии, которых смело можно назвать отличниками в освоении демократического европейского пути. Есть, конечно, и негативный пример Беларуси, у которой самоутвердиться и реализоваться не получилось. Но почему? Из-за той же одичалой России, которая все никак не отцепится от белорусов. Украина же сейчас буквально платит кровью за свою независимость, национальную идентичность и желание развиваться наравне с цивилизованным миром. В противоположном направлении от России украинцы отважно борются, тогда как россияне предпочитают не менять ничего, продолжая довольствоваться неволей в своем вязком болоте. А все потому, что Россия со всем своим мнимым величием и мощью оказалась самой неприспособленной к современному миру из всех государств бывшего СССР. Каково это жить с совком в голове? Что не так с мировоззрением русского человека и почему мир, о котором он так грезит? Невозможно построить в нынешних условиях. Советского Союза нет уже более 30 лет, однако советский человек как социальный тип продолжает воспроизводиться. Преимущественно в современной России. Людей с так называемым «советским мышлением» иронично называют «гомосоветикус». На Западе этот термин приобрел популярность после публикации в 1982 году романа советского писателя-диссидента и эмигранта Александра Зиновьева. На Западе умные образованные люди называют нас «гомосоветикусами». Они гордятся тем, что открыли существование этого типа человека и придумали ему такое красивое название. Причем они употребляют это название в унизительном и презрительном для нас смысле. Я введу более удобное сокращение для этого длинного выражения. Гомосос. Изучением природы гомосоветикуса более 30 лет занимается российский социолог Лев Гудков. По его мнению, гомосоветикус – это человек, который сформировался еще в ранние советские годы, когда только возникли тоталитарные институты. Соответственно, это не могло не отразиться на его самоопределении и социализации. Идея эта возникла в конце 70-х годов, когда стало ясно, что коммунистическая идеология, марксистская идеология, советская идеология, она умирает, или уже в брежневское время она умерла. Появляется новая идеология русского национализма, имперского, но прикрыта пока еще советской оболочкой. Все тоталитарные режимы, они формируют свой новый тип человека, который является и проектом вот этого будущего, нового человека, и материалом для собственного строительства. Какие же черты, присущие гомосоветикусу, переняли россияне? Почему они никак не могут расстаться с комплексами советского человека, фактически вставляя палки в колеса самим себе? И как мышление и принципы внутреннего гомосоветикуса отражаются на всех сферах жизни в современной РФ? Прежде всего и советского, и русского человека объединяет преклонения перед властью и государственными институтами, говорят эксперты. Это государственный человек, который не знает ничего другого, кроме отношений с властью государства. Это тотальный контроль над частной, общественной жизнью, работой, причастность к государству. Ну и, соответственно, очень короткий горизонт своих возможностей. Потому что этот человек не представляет, как можно жить в других условиях. Государство – самый справедливый судья, государство накормит, государство обучит, государство вылечит. Нет, не может этого делать государство. Государство это может имитировать, но качественно делать государство этого не может. Потому и была в Советском Союзе вроде как медицина. Люди не знали другой медицины, и поэтому ей страшно гордились. Люди не знали другого образования, потому что замкнутое пространство. И говорили о том, что советское образование самое лучшее. Они не знали технологии, и поэтому говорили, что советские технологии – самое продвинутое. Привычка, что все за тебя решает государство, рано или поздно, но неизбежно приводит к развращению общества и его социальному инфантилизму, говорят эксперты. Когда ты готов довольствоваться меньшим или худшим, лишь бы только это меньшее и худшее принесли тебе на блюде. И не пришлось прилагать усилия – действовать. Брать на себя ответственность, и самое страшное – думать. Таким образом, гомосоветикус, возможно, сам того не осознавая, начинает ограничивать себя в проявлениях любой инициативы и делает ровно столько, сколько ему позволяет и сколько от него требует государство. То, что нужно для тоталитарного режима – это прямо противоречит принципам демократии, говорит российский социолог Лев Гудков. «Где учитываются и ценятся достоинства каждого человека. Люди не боятся выдвигать идеи и стремятся к новым целям. Индивидуальность и здоровая конкуренция приветствуются, потому что они необходимы для развития страны. Только такое общество развернуто в будущее», – акцентирует ученый. Современная же Россия, наоборот, стремится вернуть все спять. Режим постоянно апеллирует к мифическому, никогда не существовавшему прошлому. Отсюда и сказки, мол, как здорово жилось в СССР, на каком якобы высоком уровне предоставлялись все услуги, какими качественными были товары, а уж полный соцпакет прямо рай на земле. Российские гомосоветикусы и рады верить этим мифам. Что же получается, когда вымышленный ущербный мир пытаются притворить в реальность? Спойлер. Полная катастрофа. Один из мифов кремлевской пропаганды – о выдающемся уровне советского образования. На самом же деле в СССР его никогда не существовало, говорят эксперты. Поскольку главной задачей советской школы было не развивать человека, а подогнать под шаблон. Проблемой советской системы образования было, в первую очередь, вертикальное построение, то есть неуважение к ученику как индивидууму. То есть его какие-то цели, жизненные задачи, его какие-то стремления. Никого совершенно не интересовали. В лучшем случае советская школа могла отправить каких-то гениальных детей в математическую школу. И все. Их всех пытались усреднить. Это было фактически продолжение вот такой прусской школы Муштры и распространение ее на образование. И фактически, ну скажем, превращение человека в винтик. Что касается высшего образования, где индивидуальность и инициативность, к слову, тоже не приветствовались, там еще и добавлялся фактор отсева абитуриентов по этническому принципу. А как же пресловутое советское равноправие? Тотальный контроль, идеологический и силовый. Спецслужбы перепроверяли огромное количество людей. На предмет кадрового продвижения всегда проверка велась. Даже вступление в вузы. Ну вот для многих украинцев университеты были закрыты. Для евреев были закрыты университеты, институты, особенно такие технологические. Почему евреи поступали на химические факультеты какие-то, но не на юридические или там исторические. Ну идеологические факультеты для многих было закрыто. Советское образование в условиях изоляции и тотальной коррупции просто не могло быть качественным и конкурентным, говорят эксперты. Учебники, пропагандистские методички, учителя и преподаватели, которые чувствуют свою вседозволенность и могут легко завалить того, кто им не нравится или поставить отлично за взятку. Бестолковые дисциплины в вузах, типа научный коммунизм и минутки политинформации в школах. Об этом недавнем советском прошлом в современной России на удивление быстро забыли. Однако, вероятно, скоро вспомнят, ведь и Россия на фоне санкций решила выйти из международной баллонской системы высшего образования, благодаря которой талантливые и способные студенты без блата и денег могли поступить в самые престижные университеты мира. Кроме того, великоскрепные уже заявили, мол, разрабатывают альтернативу единому государственному экзамену, который существенно снижал уровень коррупции. В Минобразование РФ добавили. В СССР никакого ЕГО не было и ничего. Отучились, выросли. Когда спрашивают, сколько будет продолжаться наше вот это вот отчуждение, противостояние с Западом. У меня версия только одна, что, ребята, это навсегда. Просто привыкайте к этой новой жизни. Я не могу больше слушать нытье про то, что детей жалко, детей жалко. Чем, вот в чем вам жалко детей? У меня трое маленьких. Слава Богу, когда они здоровы, но мне их не жалко, потому что нет повода их жалеть. А вот людям многим жалко, что они теперь не будут учиться на Западе, они теперь перед ними не будут открыт этот дивный новый мир. Я им говорю, послушайте, люди, радоваться нужно, радоваться нужно. Этот дивный новый мир с такой скоростью курьерского поезда несется в ад, что через 10 лет вы скажете спасибо огромное, что мой ребенок никогда не учился на Западе, и у него больше не будет такого шанса, потому что, по крайней мере, он останется моим ребенком и нормальным человеком. Интересно, если пропагандистка в СИРФ Симоньян печется только о здоровье своих отпрысков, что она запоет, когда ее детей начнут лечить по советским стандартам, и с тем же арсеналом медикаментов, которые были в СССР. Уже сейчас на фоне санкций в РФ сообщают об остром дефиците импортных лекарств, аналоги которых Великоскрепное не производит. Особенно туго приходится пациентам с редкими генетическими заболеваниями. А как таких больных лечили в СССР? Или советские люди страдали только от насморка? Эксперты говорят, в Совке часть населения были фактически обречены на смерть и умирали, как мухи. Только вот об этом никто не знал и пожаловаться было некому. Одним из таких показателей качества жизни и уровня медицины есть такое понятие, как детская смертность. Есть такое понятие, как средняя продолжительность жизни. Если сравнивать, например, 70-е годы Советского Союза, не говорю о странах Африки, я говорю о странах Европы, те страны, которые сейчас Евросоюза, то в Советском Союзе эти показатели были ужасные на самом деле. Понятно, что имея разошерстную публику в Советском Союзе, от, например, каких-то горных аулов до, скажем, столицы, то мы говорим о среднем статистическом уровне, но это среднестатистическое было не в пользу советской власти. И многих детей просто-напросто даже не регистрировали в Азиатских республиках для того, чтобы не влиять на показатели. Очень хорошо умели подмахивать статистику. Понятно, что существовали управления, которые должны были хотя бы для выживания собирать эту статистику. Но, тем не менее, если мы говорим о медицине, о инфекционных заболеваниях, то несложно поднять воспоминания о Льве Васильевича Громашевском. В воспоминаниях говорится о том, что в 70-е годы было принято на уровне партии решение о ликвидации инфекционных болезней. Очень любил об этом Сталин говорить о том, что он вообще не признавал инфекционных болезней в советском строе. Они должны были исчезнуть сами по себе из-за того, что это только уже страна Советов. Приходилось переписывать иногда даже истории болезни. Потому что нельзя было, чтобы были такие вспышки, либо же просили поменять диагноз. Потому что это нам портит статистику. Еще одна фикция, миф о якобы высоком качестве советских товаров. Особенно в вопросе продуктов питания, мол, как же легендарный советский пломбир и колбаса по 2,20. На самом деле басни о невероятном вкусе ничем не подтверждаются. А в колбасу и вовсе не секрет, что добавлялась бумага. Вернее целлюлоза. Нет, это не шутка. Это СССР. Кроме того, в Совке царил тотальный дефицит всего. Будь то продукты, бытовые товары или одежда. Остро его не ощущали разве что партийные деятели, завсклады да торгаши. Таков побочный эффект планово-распределительной экономики. Чем она отличается от рыночной? Рыночная экономика с точки зрения доступа к благам устроена достаточно просто. Понятно и примитивно. Спрос и предложения регулируются ценами. Рыночная экономика очень легко справляется с распределением ограниченного продукта на массу потребителей. Мраморный стейк в магазине будет стоить в разы дороже обычного филе говядины. Лишь единицы потребителей смогут себе позволить питаться отрезами по 1000 рублей за 300 грамм на ежедневной основе. Реальность плановой экономики не в том, что продукты для номенклатуры стоят дороже. Даже наоборот, премиальное потребление может быть и дешевле. Просто в глобус-гурме эпохи СССР, березку, закрытую секцию ГУМа или спецраспределитель, вас, простого рабочего или служащего, никто не пустит. Не потому что у вас денег нет, а потому что их ассортимент, он для кого надо ассортимент. Кроме опять-таки классового неравенства в СССР, проблема плановой экономики в том, что она попросту не работает, говорят эксперты. Собственно говоря, Советский Союз и стал банкротом в результате, потому что неработающая экономика привела к тому, что недостаточно было производства. Советский Союз жил за счет импорта и в определенный момент просто не смог этот импорт финансировать. В итоге сначала был огромный дефицит бюджета, это привело к огромному долгу, а потом неспособность этот долг обслуживать. И все из-за того, что приходилось слишком много импортировать, в том числе продукты питания. Почему плановая экономика не работает? Ну потому что чиновник никогда не может решить в одночасье за всех и определить, что происходит. Плюс у чиновника нет обратной связи. Никакой чиновник не может ничего так распланировать и сказать, что в стране нужно 5 тысяч расчесок или 10 тысяч расчесок распределить на предприятие и производить дальше. Тем более, что в рамках такой экономики у предприятий нет стимула давать качественный продукт. У вас есть план и вы согласны с этого плана работаете. И вам абсолютно все равно будут проданы эти расчетки или не будут проданы эти расчетки. То вы не очень стараетесь. И нет стимула уже внутри самого предприятия для того, чтобы совершенствоваться, для того, чтобы улучшать продукт. Экономика современной России за санкции сейчас все больше откатывается в сторону плановой экономики СССР. Да, сейчас в РФ действует рыночная экономика. Но достаточно вспомнить о степени импортозависимости РФ, чтобы понять, времена тотального дефицита близко. И это не говоря уже о других факторах как-то колоссальная инфляция из-за искусственного регулирования деревянного рубля. И этот эффект санкции мы сейчас, так сказать, до конца не можем. Мы не можем сказать, где оно точно вылезет. Как вот тот пример псевдомакдональдса «Вкусная точка». Там почему-то нет картошки. Но мы же понимаем, что в России картошка есть. Но картошка, которая бы делалась по стандартам Макдональдса, там отсутствует. Потому что, наверное, у них нет какого-то оборудования. Казаться, а не быть. Базовый принцип СССР, по которому, вопреки всему, тоскует гомосоветикус. Говоря об СССР, россияне часто вспоминают о якобы плюшках советского соцпакета. Мол, многие могли обзавестись квартирой и машиной. Получить путевку в санаторий, профилакторий. Все так, говорят эксперты. Лишь с тем уточнением, что доставались эти блага, как правило, только избранным. И то в обмен на права и свободы. Советский Союз действительно предоставлял много бесплатных, казалось бы, услуг. Но вот этот лагерь или профилакторий для работающих, это же были деньги из профсоюзных взносов. Которые накоплялись и потом распределялись сами профсоюзными комитетами. Но ведь для того, чтобы получать такие услуги, мало быть политически лояльным. Надо было быть еще близким к руководству. В обмен на лояльность можно было бы получать награды государственные, премии. Система премирования была довольно действенная. Очень часто эти премии были выше заработных плат. И самое главное, чтобы была возможность внеочередной покупки автомобиля. Потому что автомобиль можно было покупать только записавшись в очередь. Автомобиль «Волга» можно было покупать только по разрешению ЦК или лауреатом государственной премии. Для интеллигенции всегда там было партнерство с ЦК очень важным. Но для простого человека, по сути, партия и государство заканчивалась на участковом милиционере. Уравниловка и хронический дефицит всего в СССР повлекли за собой формирование у гомосоветикуса чувства бедности, униженности со стороны власти и зависти к тем, кто выделялся и жил пусть на долю процента, но лучше, или к тем, кому буквально был закон не писан, говорят эксперты. В советском обществе, вы знаете, что даже нормы права, они применялись по-разному. Что члены номенклатуры коммуниста нельзя было осудить, поскольку он не подлежал обычному суду. Номенклатура не была подсудна обычно. Надо было исключить человека из партии, только после этого он мог подлежать обычному закону. Иначе говоря, выстраивалась система иерархического распределения прав, возможностей, привилегий, достатка и прочее. Это принималось. Неудивительно, что сознание гомосоветикуса непоследовательно и противоречиво. С одной стороны, он идентифицирует себя с государством и жаждет, чтоб то решало его проблемы. А с другой подсознательно понимает, что это же государство его всегда обманывает и эксплуатирует. Кроме того, советикус догадывается, что его государева – система насилия, отмечает российский социолог Лев Гудков. Поэтому всячески старается выйти из-под его контроля или смешаться с толпой. Еще свежа память о гонениях и реальных сроках за инакомыслие и неповиновение власти. Но поскольку безусловного вождя или царя гомосоветику своего будущего не представляет, он приучился жить в условиях репрессивного государства. Советский человек, он изначально задумывался как несамостоятельный, как зависимый. И эта постоянная зависимость от чиновника, от бюрократа, от портократа, от власти, она сделала этого человека вот таким не просто двумысленным, а трехмысленным. Потому что советский человек говорит одно, делает другое, а думает третье. Это не целостный человек, который говорит, думает и делает одно и то же. Гомосоветикус живет в системе, в которой необходимо всегда оглядываться и относиться с настороженностью ко всем окружающим, даже родным и близким. Иначе, как в песне, если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто придут за тобой. А лучший способ перестраховаться – сообщить о подозрительном человеке первым. И если окажется, что он еще и выступает против постулатов государства, есть шанс получить какие-то дивиденды. Практика доносов в СССР была обычным делом и поощрялась партией. Сейчас в расистской России ее возрождают с новой силой. На днях интернет взорвался новостью о том, что в Московской области муж заявил в полицию на свою жену из-за того, что она не поддерживает так называемую спецоперацию России в Украине и критикует действия вооруженных сил РФ. Неравнодушный гражданин потребовал, чтобы по отношению к его жене приняли меры. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее случился другой, потрясающий в своей абсурдности случай. Жителя Нижнего Новгорода, Алексея Поднебесного, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Это более 520 долларов из-за поста в соцсети. А именно за слово «спецоперация» в кавычках. Суд счел, что таким образом россиянин проявляет свое неуважение. И, наконец, самая токсичная черта российского гомосоветикуса. Имперское сознание и шовинизм, говорят эксперты. Это способствует милитаризации общества и тотальному пренебрежению к другим нациям. Россияне, присвоившие себе победу во Второй мировой, считают, мол, теперь имеют право на применение насилия в отношении других народов. Всегда же можно оправдаться якобы единоличной победой над нацизмом, говорит социолог Гудков. На самом же деле, русские гомосоветикусы мстят за свою несамостоятельность и отсталость, считает украинский политолог Владимир Цибулько. Советский человек в критических ситуациях оказывается ребенком. Или 15-летним максималистом, который требует все и срочно. Или скептиком разочарованным, который свою ненависть к себе самому и к своей судьбе, он переадресовывает в ненависть к ближнему. Поэтому вот этот террор в Украине против безоружных людей – это месть раба свободному человеку. Раб с ружьем всегда хочет иметь своего раба без ружья. А если раб с ружьем видит свободного человека, у него априори вот эта ненависть к свободе, она требует какого-то отомщения за свое рабство. Пытаясь воссоздать прошлое, да еще и в искаженном виде, россияне сами себя обрекли на цивилизационную катастрофу, где нет места ни им, ни их вымышленному миру. Гомосоветикус должен был умереть вместе с совком, говорят эксперты. То, что он просочился в сознание современных россиян, парадоксально, но все имеет свойство заканчиваться. И раз уж россияне добровольно отказываются от лечения раковой опухоли, она будет продолжать пожирать их изнутри. И рано или поздно, но приведет к летальному исходу. Ведь пациент по всем признакам уже скорее мертв, чем жив.